Приветствую вас! Вы знаете, вот вы говорите о том, что в равных ситуациях близко идут вас поддержки, а я просто не знаю, что говорить, поэтому моя подруга уже много не рассказывает, так как я даже поддержать не могу. Что делать? Я виноват. Вот вы знаете, винить себя за то, что происходит, вам явно не стоит, потому что не каждый может найти слова поддержки, не каждый умеет сопереживать, не каждому привили подобное умение, и не каждому оно дано. Поэтому, вы знаете, я думаю, что вам нужно просто выбрать немножечко более правильный способ выражения поддержки, это все-таки еще другое. Понимаете, если вы будете правильно выражать свою поддержку, именно выражать ее, а не пытаться проявить ее на том уровне, так как вот от вас требуют. Мне кажется, что ситуация будет гораздо лучше, чем у вас есть сейчас. Подумайте, может быть имеет смысл проявлять поддержку иначе, например, в виде объятий, в виде держания за руку, в виде поглаживания, там, в руке или плечу и так далее. Согласитесь, это тоже поддержка. И согласитесь, иногда это более чем важная поддержка, на самом деле, чем слова, потому что словами далеко не всегда можно все исправить. Слова далеко не всегда можно использовать. Поэтому мне кажется, что вы к себе слишком строгие здесь. Это первое. Второй важный момент, который я хотел бы вам сказать, встречается вот с чем. Вы говорите, я не успею поддерживать. Ну, хорошо. Допустим, 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 поддерживать вы не умеете. Ладно. Но вы можете это делать? Вы хотели бы это делать? Могли ли вы когда-то оказывать поддержку или нет? Постарайтесь вот этот момент определить для себя. Мне кажется, что он, этот момент, очень важен для вас, по крайней мере. Потому что, на самом деле, если вы не могли никогда оказывать поддержку, то вам нужно подстраиваться. Вам нужно подстраиваться под свои возможности и не требовать от себя, по сути дела, больше, чем вы можете. Это неправильно, это несправедливо по отношению к вам. Если же вы хотите поддерживать, то здесь, я думаю, вам стоит понять некоторые базовые вещи, которые должен знать любой человек. Когда, вот, кому-то плохо, когда вы видите, что кому-то плохо, обязательно помните, что не важно, что вы говорите о самом деле. Не важно, что вы говорите. Важно, как вы говорите. Это вот, куда важнее, как вы говорите, о ничто. Потому что человек, как правило, человек, не особо-то и сильно прислушивается к словам. Он не особо воспринимает слова. Но человек слышит тон голоса, и тон голоса заставляет его успокаиваться. Поэтому говорите, в принципе, то, что вы говорите, не так важно на самом деле. Ладно, то, как вы говорите. Говорить можно все что угодно, что все образуется, что будет хорошо, что там все нормализуется и так далее. Говорить можно, что если человеку потребуется помощь, вы всегда рядом. Говорить можно вот такие вот простые вещи. В принципе, простые вещи. Но говорить об этом нужно правильным тоном. То есть, еще раз, не пытайтесь думать о том, что вы говорите. Ибо еще раз хочу, чтобы вы поняли для тебя этот момент. Человеку, человеку, не столь важно, что вы говорите. Человеку куда важнее, как вы говорите. Поэтому, в общем-то, искусство поддерживать далеко не такое сложное, как вот вам может показаться на первый взгляд. Искусство поддержки далеко не такое тяжелое. Если только вы его правильно будете использовать. Включая свои, между прочим, возможности. Именно те ваши возможности, которые у вас есть. Без каких-либо насильственных действий над собой. Потому что, ну, понятно, что насильственные действия через силу поддержки, она никому не нужна. Ну, и обязательно при этом используйте конкретные физические действия. То есть, это обнимание, да, это поглаживание и прочее. Вот это все вот такого рода письма. Другое дело, если вы не умеете сострадать. Другое дело, если вы не умеете сопереживать. Вот это вот совсем другой момент. Если вы не умеете сопереживать. то есть, хватит. А тогда, да. В этом плане я рекомендую вам помимо всего прочего подумать еще и на вот какую тему. Если предположить, что вы оказались вот в такой же ситуации, вот как и тот, кого вам нужно поддерживать, да, Что бы вы хотели, что бы вам сказали Ставьте себя на место этого человека Это называется эмпатия Ставьте себя на место этого человека И спросите, что бы вы хотели Что бы вам в этом случае сказали И говорите эти слова Говорите их те слова, которые вы сами хотели бы услышать И тогда вы получите тот эффект, который нужен Это при условии, если у вас нет никаких, не было никаких травм И у меня было каких-то вот обоснований тому, что вы не умеете запрещивать Потому что если вы, например, чёртвый человек, то чёртвым вас сделала жизнь И в этом контексте нужно понимать, что если вас чёртвым человеком сделала жизнь То вы вряд ли сможете измениться прямо вот так вот сразу Это невозможно И было бы довольно-таки наивно считать, что вы не могли бы измениться Стать другим человеком и так далее То есть в данном контексте важно, важно, как вы относитесь к себе И какой у вас опыт был И, соответственно, исходить из анализа Именно анализа Вашего собственного опыта Который у вас был И в зависимости от результатов этого анализа Можно уже говорить о том, чтобы вы меняли свои представления о том, какие у вас ценности Чтобы вы меняли свои представления о том, какие у вас взгляды и так далее Это всё не является чем-то сложным на самом деле Главное только этого хотеть Это, пожалуй, самый главный момент Но не нужно чувствовать себя виноватым Вот чувство вины, оно никому ничего хорошего ещё ни разу не сделано Если вам прививает чувство вины, то избегайте его принимать Типа волей-неволей Таким образом вы ставите людей перед исключением вас использовать Если вы чувствуете сам себя виноват А использование вас, оно ни к чему хорошему не привидёт Опять На этом вот, я думаю, можно закончить мой ответ Надеюсь, что он вам был полезен Если остались вопросы, пишите в личку Я вам помогу Если вам понравился мой ответ Буду благодарен Если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго И удачи Удачи! Спасибо за просмотр!